Привет, ребятки, это у нас так называемый джаз-бас под маркой Clear Accord. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Джек Вестмейнер. И в 60-х годах он занимался тем, что возил в США японские всякие инструменты. Ну, точнее, организовывал завоз и продажу японских инструментов в Штатах. А в 70-х он решил, видимо, своё производство, собственно, основать, скоррешился с какими-то там партнёрами из Южной Кореи. И сделали они, собственно, фирму Корт, построили там же фабрику в этот же год, в 73-м году. И с тех пор, собственно, дело их живёт. Но если сегодня фабрика Корт, точнее, марка, марка Корт, производитель Корт, это один из крупнейших, если не крупнейший вообще, производитель инструментов. Да, они не такие понтовые, мажорные, как какие-нибудь гибсоны с фендерами и бонезы с ЕСП. Но прикол в том, что количество инструментов они выпускают неиспоставимое вообще, потому что на каких фабриках, вы думаете, производятся все вот эти корейские, индонезийские сквайры, фендерские, бонезы, эпифоны, кажется, тоже, шекты. Короче, вот мы, если возьмём, наверное, половину западных производителей, известных, вот этих американских, японских, и посмотрим, что у них есть. Большая часть их инструментов делается, вот, собственно, в этих самых, в Индонезиях и Китае, то это будет производитель Корт, потому что у них есть несколько фабрик в Индонезии и в Китае, и они их делают просто, инструментов огромное эти количества. А вот, собственно, та изначально южнокорейская фабрика уже закрыта, где сделали вот эту вот штуку. И, на самом деле, если современный Корт, это, ну, нормальные современные инструменты, они делаются по современным технологическим стандартам, у них, вот, собственно, опять-таки, новые, хорошо оснащённые, технологически продвинутые эти фабрики, то вот на это смотришь, это у нас 75-й год примерно, я напомню, открылась фабрика в 73-м, инструмент 75-го года. И, блин, какой он странный всё-таки, и несуразный в какой-то даже степени. Не то, что я его хочу поругать, что это говной инструмент, нет, я так не скажу ни в коем случае, потому что если на инструменте можно играть, то он хороший, в априори. Плохой инструмент только тот, на котором невозможно играть, потому что он весь кривой, и на нём невозможно играть, опять-таки. Но на этом можно играть, то он, блин, странный, он просто очень странный. То даже, начиная с того, как он сделан, я даже не скажу, точнее, потом скажу, ещё сделан корпус, он сделал из МДФ, сказал сразу, да и ладно, потом будут подробности. Вот, например, берёшь гриф, казалось бы, жаба, казалось бы, гриф должен быть узкий, тонкий, вот это всё, а он мало того, что шраченный, он толстый, у него какой-то странный профиль. Вот пятка, вот, не знаю, видно, нет, вот эта пяточка железная сама, накладочка, маленькая, вокруг неё дофига места, но углы, нет, не скруглены, они прям такие под прямым углом, квадратные, острые, а вот тут скруглено. Вот тут нет, а вот тут да, когда тут места дофига, почему так? Непонятно, и в целом, ну, с одной стороны, вроде всё сделано достаточно более-менее по шабьевым лекалам, ну, то есть, как бы, на свечке, там, где они были в те времена, колки, тоже, в принципе, они тут стоковые стоят, несколько аутентичные, но в целом тоже плюс-минус вот это всё федерское, древнее, бридж, такой для более ранних фендеров, характерный, и с двумя всего лишь сёдлами, как, ну, как у телекасера ещё первое время были. Вот, ну, в целом, всё-таки, блин, ты её берёшь, он такой странный, опять-таки. Корпус тут, как я сказал, из MDF. Это не DSP, если что, не та вот мягкая, рыхлая фигня, из которой бы всё вырывалось. Нет, этот материал достаточно плотный, достаточно твёрдый, солидный, это, короче, древесные вот эти вот стружки-опилки, короче, отходы, спрессованные под огромным давлением и температурой, получается очень такая достаточно плотная штука. И если кого-то это будет смущать или веселить, о-о-о, это даже не дерево, неужели может звучать гитара из MDF? А, собственно, почему нет? Почему могут звучать гитары, там, из акрилы, из угли всякого вот этого волокна, там, из карбона? Это что, это не материал, это не какая-то твёрдая штука, которая у нас проводит от струны все эти колебания и делает вот то, что должен корпус сделать в таком инструменте? Или что, там, дерево какое-то волшебное, потому что там волокна как-то по-другому идут, и вот они резонируют, а вот это вот оно не будет резонировать, или что там? Оно гасит колебания, и у нас ничего не будет звучать. Нет, оно нормально звучит, опять-таки. Да, реально, звучит нормально, со своими нюансами. На самом деле, несколько мне гитара попадала в жизни с MDF, вот тоже, знаете, там, старые, не то японские, не то корейские, не помню, крамеры, ибанезы, ещё какая-то странная японская дичь. Которая в наше время никому неизвестна, из MDF корпуса, они, блин, они настолько были прикольные. Так что я не знаю, чё все так бугуртят, если кто-то опять-таки будет бугуртить, не знаю. Да, кстати, весит он дофигища, он весит 5 килограмм. Хорошо, тут хотя бы корпус тоже тяжёлый, а не только тяжёлый гриф, за счёт чего баланс при игре сидит, в принципе, более-менее характерный для жабы, но если вы с ним захотите долго бегать на ремне, то, наверное, он вас немножко подутомит. А теперь давайте про звук поговорим, но прежде всего он в целом похож на джаз-бас, опять-таки. Учитывая, что тут жаби-синглы в жаби-позиции, то, скорее всего, это будет звучать плюс-минус, похоже на какой-то средний условный джаз-бас. Субтитры делал DimaTorzok Но есть нюанс. Вот в обзоре ESP я говорил, что он прям такой злобный, как приятно он раскрывается, когда ты повышаешь атаку и хочется всё сильнее и сильнее из него вырывать эти ноты, как он классно на это отреагирует. Вот по сравнению с этим вот, то тут ESP, он кажется вполне умеренным, цивильным, таким просто обычным пиджеем, потому что вот эта штука намного более злая, просто капец, блин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот тут, честно говоря, мягко играть вообще не хочется. Потому что он какой-то слишком резкий, какой-то слишком сухой, что-то там дребезжания какие-то странные, не пойми откуда идут, и, ну, не тот этот характер, не та отдача, которой бы хотелось... Ну, то есть она, опять-таки, ты поиграл, записал, слушаешь, вроде звучит, в принципе, нормально, но хочется от него... Хочется сделать по-другому. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потому что если сделать вот так вот... Блин, я давно не слоповал, на самом деле, на инструменте с таким кайфом... Вот с такой вот... Блин. При том, что струны стоят обычные, это какие-то эльсы стоят, мы тут еще поставили их достаточно давно, но они еще свеженькие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слоповать прям вообще офигенно, и... Я часто комплексую из-за того, что у меня довольно корявые подцепы. Я, да, я знаю, что над этим надо постоянно работать, потому что я в своей обычной игре не так часто это использую, но для обзоров надо, я пытаюсь, пытаюсь. А тут это делается настолько легче, чем я привык обычно на других басах даже, на нормальных басах. То ли за счет того, что тут накладка достаточно близко к накладке грифа. Накладка вот эта, к накладке грифа, и места тут получается мало. Хотя обычно, наоборот, делают больше места, чтобы типа больше было пространства. Но мне так почему-то, наоборот, кажется удобнее. И вот это удобство, и вот эта вот отдача, при том, что я, да, я сказал, что он прям... Хочется на нем струны драть, но при этом можно играть очень... От души очень агрессивные, вот это, знаете, вот, собственно, как жаба он мне напоминает не Маркуса Миллера, там, или не Грэма, а юного Фли. Вот, знаете, если читали книжку Энтони Киддиса, где он писал, как Фли просто расхерачивал палец в кровяку своим слэпингом этим диким, заливал это потом клеем БФ и продолжал сквозь боль фигачить. Ну, в принципе, да, если вы слушали ранее Red Hot Chili Peppers, партия там реально просто Фли был, блин, бешеный по сравнению с тем, как он потом успокоился. Вот, вот этот инструмент провоцирует что-то такое, только палец в кровь разбивать не обязательно, потому что я тут сидел несколько часов к ряду к ним несколько дней назад, и потом еще сидел, и просто вышибал из него дерьмо прям от души, но пальчик себя чувствует конкретно, а пальчик себя чувствует хорошо, потому что, опять-таки, вроде ты вкладываешься, но это не перерастает в физическое какое-то вот избиение пальцев, ты, опять-таки, можешь чувствовать ту грань, во сколько надо извлекать сильную грань от души, но в то же время как-то, блин, не знаю, в этом плане он мягкий, если это вообще слово-то применимо, учит, насколько этот ублюдок жесткий, прям, блин. И, опять-таки, играя, блин, стоишь, хоть грифу и здоровенный, но в руке как-то сидит, он достаточно приятно. Спокойно, пальцы, все на нем бегает запросто, в принципе. В этом плане проблема, блин, только одна, нет, ладно, две. И звучки вот эти, которые, как многие жаби и звучки, классуют, когда сильно так играешь, но это так какие-то звуки странные издает при атаке, и это бесит, хотя бывает, где она классует сильнее. Ну, и да, это олдовые синглы, они еще фонят, если у вас, ну, точнее, если у вас вокруг много наводок, то они эти наводки хорошо ловят. Лучше многих других, но это, опять-таки, типа винтажные олдскульные звучки, не с самым высоким выхлопом, это плата, так сказать, за аутентичность, ну, и, опять-таки, как бы это можно в целом использовать по жизни обычно. И то, что просто очень трудно мне себя, с ним держать себя в руках и придерживаться какого-то темпа, потому что чуть что, сразу начинаешь сходить с ума, сразу руки начинают бегать, голова начинает... Ну, окей, а что, если мы не хочем, не хочем, что, если мы не хочем играть с лэпом? Что, если мы хочем играть с медиатором? Давайте попробуем. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, и, в принципе, то же самое. У меня вообще в голову ничего не идёт. Мягкое какое-то, что-то такое. Даже те штуки, которые я обычно играю, люблю играть медиатором всякие вот... Такие штуки. Что-то, как бы, мне... Ну, я поиграю. Ну, вроде оно тоже, как бы, ничего звучит. Вроде нормально, но потом... Блин, как мне нравится это... То есть, как нравится? Она мне одновременно нравится и бесит. Он прям... Блин. А, собственно, что началось? Просто сразу это первая мысль, что в голову придёт. Сразу вспоминаешь всех вот этих чуваков, которые... Вот именно с такой отдачей постоянно фигачат. Просто, блин. Бескомпромиссно. Всё время. Притом, проблема вот этих звучков тоже сохраняется в какой-то степени. Да, я... У меня сейчас бас даже не включён. Да, я играю, показываю то, как чпякают звучки при сильной атаке. Да. Вот, короче, есть, опять-таки, такая фигня, но в целом она есть на множестве даже более умеренных. Джаз-басов в андроидах. Я, блин, не понимаю, зачем делать такие звучки тогда, наоборот, сейчас. Я понимаю, почему они были тогда. Я понимаю, почему в итоге стали делать... Многие нормальные звучки делают их не такими классующими. Но почему сейчас так делают, блин? Я не понимаю. Эти, ладно, опять-таки. Я этому инструменту за его аутентичность я прощаю. И если бы я его брал всё-таки в основную работу, несмотря на то, что он такой тяжёлый, несмотря на то, что он такой здоровый, мне очень трудно было его поместить в кадр, блин. При том, что жабы, они, в принципе, как бы здоровые, но этот будто, я не знаю, ещё отличается, но... Вот... Прям вот прошлый обзор полная противоположность. Он маленький, компактный, он удобный, он звучит, ну, в целом нормально, но при этом я не мог сказать, что что-то меня в нём так торкало. Типа звучит и звучит, ну и хорошо звучит, нормально пойдёт. А этот просто мне выносит башню сразу. Он меня... Выводит из равновесия. И с одной стороны, это прикольно, это яркие эмоции, это классные эмоции. Инструменты в том числе должны давать эмоции тоже. Опять-таки, не обязательно на инструмент смотреть, как на что-то такое практичное, удобное, чисто под выполнение необходимых задач с точки зрения практичной, практической. Но иногда что-то должно быть такое, вот, задорище, веселяще. И на чём... А о чём я думал вообще? Вот, короче, такая вот фигня. И... А, да, и чё ещё? Да, если мы вдруг хотим играть, не знаю, пальцами, как вот эти всякие дестеры, то, блин, вперёд, просто вперёд и с песней. С песней «Cannibal Corpse» или чё-нибудь таким. Наверное, не раз уже говорил об обзорах, но если вы, ребята, хотите играть там какой-нибудь жёсткий дэк, вот это всё, вам не обязательно какой-нибудь странный дрын с хамбакерами и вот всяким вот таким. Иногда жабы просто такую задают планку, не, не планку, задают офигенный, короче, офигенный тон. Жабы иногда в этом плане офигенно звучат, когда вот таким вот макаром на них высекаешь. Классный тембр и отдача, в принципе, приятная. Форм-фактор, конечно, на любителя, но не избегайте, короче, пассивных жаб. Не думайте, что это чё-то такое беззубое, вот опять такие бахус, бахус, бахусы, хендмейды. Что-то у меня было на обзоре когда-то давно пятиструнных жаб, мне кто-то постоянно напоминает, что вот круче этого жаба у тебя до сих пор не было ничего. Я, в принципе, согласен, да, та жаба была лютая. Сюда ещё один такой же жаб приносили, такой же лютый, просто, блин, не бас, а машина-зверь-убийца. Хотя, вот по сравнению с этим, тот, конечно, был всё-таки такое там. Там моджо было, здесь моджо... Это изделие, ощущающееся так, будто его сделали в гараже по картинке. Даже у них не было чертежей нормальных, чтобы сделать фендер. Они просто по картинке всё делали. Журнал вырезали, обвели и сделали макеты. И ещё в ремонт как-то заносили баху с пресс Пиджей, тоже хендмейт. Блин. Крайне лютый. Вот это мне на это напомнил. Так же просто мне сразу башню выносит с них, я начинаю драть струны, как бешеный, блин. Кто такого описания не испугается, захочет попробовать, то, как водится, добро пожаловать в Гудгитар, Санкт-Петербург, Казанская, 7. Можете сами пощупать, если он не уйдёт. А он на самом деле висит очень долго. И не то, чтобы он никому не нравится, просто его даже все не замечают, тут в углу висит, все про него забыли. И даже я про него забыл. При том, что первый раз, когда я на нём играл, думаю, блин, какая интересная штука. Но обзор я сделал когда-нибудь потом. И вот время шло и шло и шло и шло. Бас висел, 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 висел. Чё-то все по нему подзабили. А сейчас я вот когда слепой тест недавно записывал, взял его, офигел просто с того, насколько он лютый. И подумал, блин, а что я до него до этого не добрался? Надо его снимать. И вот я его снимаю. И надеюсь, что вам он понравится так же, как и мне. А может и нет. Опять-таки пишите, какие у вас впечатления по поводу этого. Купить его можно какое-то время. Кого-то, конечно, цена возмутит. Типа, блин, не должна такая штука, вот эта непонятная южно-раннекорейская, стоить как, ну, в принципе, какой-то средний нормальный бу-японец. Прикол в том, что средний нормальный бу-японцы таких эмоций, таких впечатлений не дадут. Такие инструменты хрен найти. И, собственно, цена, откуда вы думали, они взяты? Она взята вот под чём они последние штуки продавались где-нибудь на ревербе несколько лет назад. Вот за образец такая цена и была взята здесь. Потому что, ну, дешевле ты их не найдёшь всё равно. А то, что найдёшь... Значит, другие басы, что можно купить дешевле, более, кстати, современные, более обычные, или какие-нибудь там японцы обычные, китайцы обычные. Но они более обычные, это не то. Ну да, нам не все, конечно, обычные. Есть среди них басы более такие, если себя растакие, но это тоже не то. Это вещь уникальная, и в этом, собственно, её ценность. Так что, опять, заходите, послушайте, проценитесь, про... чувствуйтесь, или лучше не надо. Вы поняли, короче. Good guitars. Тут ещё сервис, тут ещё обмен-продажи. На мои паблики подписывайтесь ВКонтакте и в Телеграме. Большое спасибо всем за донаты. Очень меня поддерживайте. Не хочу искать новую работу, хочу дальше перелить видосики. Я надеюсь, вы тоже. И до новых обзоров, которые я буду... Которые, я надеюсь, будут более адекватные. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok